Анастасия Волочкова Ангелоподобная внешность юной балерины Насти Волочковой резко контрастирует с нынешней внешностью Анастасии Волочковой, у которой на лице отражены все ее жизненные трудности, но и татуаж бровей не сильно добавляет молодости. Клаудио Шифер У Клаудио Шифер всегда была типичная немецкая внешность, и работала она, как хорошая немецкая техника, без сбоев и идеально. И спустя несколько десятилетий она, конечно, не выглядит, как та молодая Клаудио, Но для своих 53 лет она выглядит просто бомбически шикарно. Екатерина Варнава Екатерина Варнава сначала стала известной и знаменитой, а потом зачем-то решила в себе все изменить, вплоть до цвета глаз. И вот результат. Синди Кроуфорд Синди уже 58, но с ее типом внешности, вне времени, вне трендов, просто красивая женщина. Она еще пару десятков лет минимум будет оставаться той, кем восхищаются даже молодые поколения. Лера Кудрявцева Лера утверждает, что не оперировала себе ничего, кроме груди, а все остальное у нее от матушки природы. Что ж, глядя на ее юные фото, прямо хочется в это поверить. Линда Евангелиста Красивейшеск Линда Евангелиста очень пострадала от процедуры креалиполиза. Причина до конца неясна, то ли не профессионализм тех, кто ее проводил, то ли индивидуальная реакция организма, и ей просто не повезло. Плюс сейчас Линда борется с онкологией. Светлана Светличная Та самая Анна Сергеевна, которая соблазняла молодого Никулина, бриллиантовой руке, для тех лет была очень хороша собой и раскрепощена. Та самая сцена с растягивающимся замочком Бюстгальтера давал рейтинг 18+, фильму в те годы. И в свои 83-х Светличная выглядит очень достойно. Кристина Агилеера Молодая Кристиночка, поющая свои невероятным голосом песню про Джинна в бутылке, и не подозревала, что ее ждет впереди. Сброс и набор веса по кругу, нервные срывы, взлеты и падения в карьере. Неудивительно, что и на внешности ее все это отражалось неслабо. Но она боец, она держится и не сдается. Наталья Варлий Наталья Варлий говорит, что никогда не делала пластику, но однажды попробовала так называемые. Уколы красоты осталась в глубоком шоке, и потому зареклась от этого впредь. Помела Андерсон Появление молодой Помелы Андерсон когда-то произвело просто фурор среди мужчин всего мира. Она и до сих пор остается символом всех мужских журналов, хоть и на пенсии. Сейчас Помела выступает против объективизации женского тела, а также против культа макияжа. Такие вот издержки профессии и бурной молодости. Анжелика Варум Анжелика Варум с годами как будто только хорошеет. Молодая она была хороша, а сейчас еще красивее. Вот бы Леонид Агутин ценил это сокровище. А то ведь идут слухи, что в их браке не все гладко. Надеюсь, слухи останутся слухами, а Анжелика будет хорошеть и дальше. Голди Хоун Потрясающая красота молодой Голди Хоун не оставила равнодушными в свое время никого. А нынешняя Голди уже много лет счастлива с Куртом Расселом, и ее чувство юмора и огонь в глазах с ней и по сей день. Наталья Ветлицкая Самая шикарная певица 90-х, которой клипы снимал сам Федор Бондарчук, и сейчас выглядит шикарно. Видно, что женщина следит за собой и любит себя. Ведь без желания и любви к себе выглядеть так, как Ветлицкая, нереально. Дженнифер Лопес Наша любимая Джей Лоша в юности была прямо тетушкой из латиноамериканского квартала. А сейчас она так крута, что мало кто может ее в этом переплюнуть. Петь и танцевать на стадионе, когда тебе за 50, легко. За это и любим. Лолита Милявская Еще одна женщина, возраст которой не прибавляет серьезности. Как хохмила и кривлялась молодая Лолита на сцене, так она и до сих пор продолжает это делать. И ничего, что прошло 30 лет, возраст – это просто цифра. Субтитры создавал DimaTorzok